Здравствуйте. В эфире телеканал Айтон ТВ, программа «Тема дня». В студии я ведущий Александр Гурарье и Давид Эдельман, историк и политтехнолог, и Авикдор Эскин. Я каждый раз спотыкаюсь, как вас назвать. Вы всегда говорите «просто жители Иерусалима», но я подчеркиваю «публицист». Хотя однажды Авикдор Эскин возмущенно сказал «никакой я не публицист, я ничего не публикую». Значит, просто житель Иерусалима Авикдор Эскин. Спасибо. Жители Иерусалима. Иерусалим вообще святой город, тем более в преддверии тут всяких праздников, еврейских, христианских. Так что, господа, здравствуйте. Здравствуйте. Всех с наступающим праздником Хануки, праздник света, Хануки, который вот еще с той давней поры, он настигает нас каждый год таким вдохновением, которое просто вот неописуемо даже в Великой. Уже я сижу прямо вот здесь в предвкушении локальных случаях и того, что они нам рассказали. Да, и каждый раз, когда мы, значит, празднуем праздник Хануки, это было и в прошлом году, в декабре, мы говорим, ну вот теперь у нас все будет еще лучше, чем было. Да, а тут вот раз и война. Вот об этом я бы как раз хотел с вами поговорить. Итак, в субботу «Нью-Йорк Таймс» опубликовало грандиозное по масштабу журналистское расследование «Война Путина», такое смелое название, о причинах национальной катастрофы, которая обернулась для России военное вторжение в Украину. В числе источников секретные материалы, добытые американской и украинской разведкой. Множество источников внутри России, начиная от побывавших на войне солдат, заканчивая функционерами из окружения Путина. Итак, вы буквально на днях вернулись из Москвы, поэтому жители Иерусалима, а также в прошлом москвич. Первый вопрос вам следующий. Проханов, ваш как бы знакомый, небезызвестный вам человек. Которого Авельдор назвал в прямом эфире у Савьева «Хазиром». Ну, это свинья по его языке. «Хазиром», да, это свинья. Ну, не знаю, это комплименты или оскорбления. Так вот, этот вот ваш Проханов заявил, что победа в войне, религиозно осмысленная, стала идеологической основой сегодняшнего государства российского. Из религиозно осмысленной победы вырастает Сталин. Как ощущается война в столице Российской Федерации? Вырастает ли там Сталин? И что вообще с религиозным осмыслением или осмыслением, как правильно, я даже немножко засомневался? По порядку. Да. Взмахнул руками даже. Пикантные подробности хода военных событий, изложенные в газете «Нью-Йорк Таймс», тем не менее, не принесли ничего нового в наше понимание того, что происходило. Там есть только, может быть, подтверждение определенных представлений, которые так у нас существуют. Здесь же важно не цепляться за какие-то подробности, а прийти к обобщенному пониманию. И это понимание начинается с того, что вся человеческая наука, развитие, разведеятельность, аналитика, рационализм – все это споткнулось об эту войну, потому что все абсолютно оценки хода военных действий, не только год наперед, но и недели наперед, оказались провальными. То есть мы видим, как весь коллективный Запад, вся коллективная Россия полностью просчитались, совершенно ничего не видя, как слепые котята. Были и те, и другие, и те, и другие. Поэтому в «Нью-Йорк Таймс» они задним числом что-то интересное написали, можно об этом даже не говорить, и вы поэтому смело пришли к чему-то существенному. Потому что высказывание Александра Андреевича Проханова я отношу к существенному, к символичному. При том, что сам Проханов в нынешнем его состоянии души является просто публичным придурком, как и другой мой хороший знакомый Александр Гелевич Дугин. Он тоже отличился. И как еще один мой знакомый, Прилепин, который тоже сейчас отличился. Вот это важно и существенно. Виктор, я прошу прощения, есть такая хорошая поговорка. Скажи мне, кто твой друг? Что-то ваши все ребята как-то не туда кухой поехали. Он сказал «знакомый». Друг – это Итамар Бенгвир, а это знакомые. Хорошо. Друг – это, надеюсь, вы, Давид Эйдельман и многие другие здесь в Израиле. Никогда не называл друзьями тем, с кем я сталкивался на российском телевидении. Но-но-но, я их считаю существенными фигурами. Невзирая на то, что если мы берем отдельно взятого Дугина, его влияние лично на Путина, оно, может быть, и нулевое. Он никогда его даже не приглашал на беседу лично. И тот же Проханов тоже, конечно же, абсолютно маргиналь. Это обочина, это подворотня. Ну, а Прилепин он изначально такой настроен на олимпинизированную публику. Но эти три человека являются объективно сегодня самыми яркими носителями чего-то, связанного с патриотической идеей. Потому что идея не патриотическая в России уже давно нет. Это просто некое такое жалкое подхрюкивание, подвывание, как хотите сказать, чему-то другому. А вот это достаточно аутентично. Вот это вот дикарство, это дикарство, это попытка проявить в народном характере что-то самое низменное, необузданное, насилие, злоба, ни слова добра и чести, ни нотки сострадания и соболезнования. Я уже не говорю ни о какой духовности. Она втоптана просто в эти все вот унитазы и сортиры, о которых там сейчас говорят. То есть вот когда люди, которые, невзирая на то, что я не сказал, являются людьми выдающегося таланта, тот же Александр Андреевич Проханов, он, конечно, мастер слова, извращенец, придурок сегодня, но мастер слова. Тот же Дугин, человек, который, несомненно, эрудий. Опять же, выход из этого абсолютно фекальный. То есть Дугин привел к полной фекализации, если хотите, фекализации российского умственного пространства сегодня, для тех, кто на него как-то ориентируется. Но теме талантище достаточно заметно. Ну и Прилепина, конечно, мельче, но тоже что-то из себя приятно. Когда вот эти люди являются носителями идеи, мы с вами можем говорить о чем-то существенном. Не просто о том, кто там, на кого напал и кто. А мы можем с вами говорить о полнейшем кризисе русской идеи. О крахе всего того, что представляет из себя российская цивилизация. Кстати, это и затрагивает и Украину, потому что единственная идея, которую Украина родила до сих пор, это русский корабль пошел туда-то. Выучили русское слово вот этого татарского происхождения из трех букв и им оперирует. Но Украина, она здесь вторична все-таки. Мы с вами говорим, в общем-то, о великой русской цивилизации, о славянском пространстве. Мы говорим о тех, кто является как бы продолжателем Достоевского, Владимира Соловьева 19 века, Бердяева, Солженицына. И вдруг вот вам такое, что просто в худшем с ней не приснится. Если бы еще раз, Дугин тоже сейчас разразился чем-то чудовищным. Всех на костры убивать, сжигать, какие-то архаичные псевдоидеи. Я понимаю, что это чистый эпатаж. Я понимаю, что это все эпатаж и это дурь, как и у Проханова. Я понимаю, что они оба уже просто находятся в каком-то полете самолюбования в этом мракобесе. Но это же существенно, что из Александра Блока, из Александра Блока, из Лермонтова, из Серафима Саровского, если хотите, так же, вот вышло вот это вот чудовище. Это чудовище сегодня является могильщиком русской цивилизации. И об этом мы сегодня с вами можем говорить. Смотрите, в каком-то смысле я здесь в созвучии с их патриархом Врафоломеем, который, вы знаете, выступил сейчас и объявил ересью весь этот угар имперский, националистический. Но мы, естественно, не будем сейчас разбирать споры внутри православия. Но это тоже существенно, что сегодня в России православие, оно уже опустилось ниже отметки 3% реально соблюдающих. То есть, ну, к примеру, если в Израиле это около третьей населения, то там это менее 3% людей, которые всерьез как-то причастны к этой системе православия. И то, что сегодня происходит, это полный разгром вот остатков русской цивилизации. Как факт, еще раз, без оценочных суждений. Потому что если вот, еще раз, их ярчайшие представители нам выдают вот это вот не просто человеконенавистничество, а полную еще дурь. То есть, если они превратились просто в придурков обычных совершенно. Люди высоких талантов, подчеркиваю, а не просто под забою, то это серьезно. Это серьезно, я думаю, это печально для нас, для всех, кстати. Я про, можно поездить с Дугиной, я просто внесу это примечание, звездочка, примечание. Во-первых, это чисто филологическое. А звездочка какая, пятиконечная или шестиконечная? Ну, как делают в тексте. Значит, первое, я не думаю, что украинцы выучили это слово, о котором говорил Виктор. Я думаю, оно им было известно. А во-вторых, оно... Самое главное было взять это слово. Да, а второе, оно не татарского происхождения, оно чисто русское, однокоренное слово хвоя. Серьезное замечание. Разводы, не то что аборты, будут запрещены, их не будет. Нельзя и все. Женился, будь добр, так и живи до смерти. Кошмар какой. Раньше надо было думать. За блуд костер, за кражу повешение, за хулу на царя вечная каторга. Красиво. Еще раз. Мы сейчас с вами являемся свидетелями деградации, эпатажей. Как вы понимаете же... А зачем он это говорит? Сама идея того, чтобы было больше детишек, в этом есть какое-то доброе начало. Конечно, чтобы дети, внуки, радость, продолжение жизни. Но это же совсем не то написано там. Там написано то, что будем сжигать, будем убивать, будем принуждать, будем демонстрировать грубую силу. Ни слово духовности. Соловийный сад Александра Блока, он полностью попран вот этой вот колоссальной... Виктор, так а почему, почему, что произошло, почему именно эти люди сейчас так востребованы? Что такое крах цивилизации? Слово «востребованы» давайте его оставим для телеканалов. Я не знаю, кто требует, кого востребовали. Объективно просто Дугин, Проханов, в меньшей степени Прилепин, они являются носителями современного русского таланта и русской идеи. Они действительно люди незаврядны. И то, что они оба стали олицетворением полного краха человеческого облика, полного разрушения человеческого устройства, это символично для нынешнего происходящего в России. И это, конечно же, остерек для всех, кто в России сегодня находится. Люди, возьмитесь, наконец-то, подумайте, что происходит. Надо выдвигать срочно. Где Солженицын? Где Бердяев? Где Леонтьев? Где Владимир Соловьев? Я понимаю, что они остались. Соловьев и Леонтьев у них есть свои теперь, современные, новые. Я сейчас говорю о русских персонажах, великих и привнесших вообще в мировую цивилизацию немало существенных идей. Мы сейчас говорим вот о них. Моя ирония, может, она и присутствовала, конечно, в этом избирательном перечне имен светлых, прекрасных и выдающихся русских. Да, но это все-таки не ирония. Это действительно, это действительно великая цивилизация, которая сейчас идет на сгуб. Понятно, что не сегодня это началось. Понятно, что 70 лет советской власти, сталинский турок, все это перемат. Но когда вы говорили, кстати, о Проханове, вы не привели, по-моему, к главной его мысли, что все, что сейчас происходит, нас ведет к Сталину. То есть он говорит о какой-то религии. То есть для него религия – это сгусток каких-то эмоций. Надо понимать, что они же не качество религии. Потому что религия вообще-то, это религия – это связь с Богом, лига – связь. А для них религия, для этих придурков – это просто такой накал, накал ненависти. И вот они верят в этот накал ненависти, значит, религия. Сталин – это человек, который произвел на свет наибольшее количество в истории православных мучеников. Он их убивал больше всех, чем кто-то ни был в истории. Приходит сегодня Прохадов и говорит, мы все это возрождаем, со Сталином победа. То есть вот эта вся чудовищность того, что они несут, она важна именно потому, что слово правды, какая-то связь с реальностью и связь с лучшими корнями русской традиции, она на глазах втаптывается в какие-то зловонные почвы совершенно. И еще наша задача не в том, чтобы их ругать, а в том, чтобы указать на это, пробуждая, как вы сказали, запрос на то высокое и лучшее, что присутствует в русской натуре, в русской традиции, в русской цивилизации. Вот к этому мы обращаемся, когда с ужасом отмечаем эти вот исподние явления. А, Виктор, у нас, к сожалению, мало времени, поэтому я задам последний вопрос. В комментариях, в соцсетях, под словами Дугина, под штатой Дугина, я вот сегодня увидел, израильтянка одна написала, у нас в стране скоро такие идеи продвигаться будут тоже или уже? Угрожает ли Израилю такое воцарение традиции или религиозный диктат, чего в Израиле сейчас очень многие боятся, не только в Израиле. Мы видим сегодня публикацию о том, что Нью-Йорк Таймс предупреждает президента США, что он должен давить на Израиль и мешать новому правительству. Надо ли нам бояться, мир боится самого харизинного правительства в истории Израиля? Антисемитские настроения, антисемитские мифы, тем более, какие части выходцев от Советского Союза – это не новость. Это не новость. В чем, так сказать, антисемитизм? Это же не то, что евреев критикуют за их недостатки, а то, что им приписывают нечто, не имеющее отношения к действительности. Например, использование крови на Пасху. То, что пишет светская израильско-русскоязычная пресса на религиозные темы – это исключительно перепевание разных вариаций кровавого навета. Я живу в Израиле 43 года. За это время некий такой баланс, скажем, некий баланс на государственном уровне между религиозностью и нерелигиозностью сдвинулся явно в сторону куда? В сторону Тель-Авива. Нравится или не нравится, тем не менее, факт. Да, факт. Иерусалим иначе сегодня выглядит по шабатам. Его центр, по крайней мере, чем выглядел в 40 лет назад и так далее. То есть есть движение в ту сторону. При том, что движение в ту сторону, мы слышим вот этот вот вой о том, что «Ай, а что будет?» Знаете, что будет? Самое главное – первое, понятно, что ничего не будет из того, о чем они говорят. Просто нет тем. Но есть одна тема, которую, да, мы будем обсуждать. Мы, да, ее будем поднимать. Между нами и ими существует пропасть. Потому что они сейчас внедряют в школы светские воспитание в духе ЛГБТ. Я хочу спросить наших зрителей. Вы хотите, чтобы ваш внук женился на девушке или на мальчике? Вы хотите, чтобы ваш сын оставался мужчиной? А Виктор, от того, что ему в школе расскажут про ЛГБТ, он тут же возьмет и женится на мальчике. Прямо вот сейчас. То есть можно ерничать. Не получить в багру. Можно ерничать. Можно быть довольным тем, что детей этому учат в школе. А мы – нет. Вот это и есть тема. Мы примем закон, вот как в России сейчас Дума приняла запрет. Это тема нашего разгласия. Мы сейчас не о законах. Мы не по закону, не по благодати. Мы говорим о том, что происходит. По понятию. В чем мы коренным образом не согласны. Мы знаем просто, что эта тема. Склонение молодежи к тем, чтобы они проходили операции, становились женщинами. Или наоборот, какой-то хвост себе там еще. То есть вся эта тематика – это не шутки. Это не шутки. Это парады, которые они устраивают. Это образ жизни, образ мысли. Вот в этом между нами, религиозными партиями, и их представителями светскими существует пропасть. И это действительно не надо скрывать. Мы хотим, чтобы у нас были здоровые еврейские семьи. Мы хотим, чтобы вас, ваши внуки и дети радовали. Они хотят, чтобы здесь был один большой гей-парад к этому склонять через школьную программу, через государственный бюджет, через поощрение молодежных организаций, так сказать, ЛГБТ. Вот мы сейчас будем против этого активно бороться. Вот против этого. Еще раз повторяю. Против того, чтобы склоняли молодежь к этому образу жизни. Мы не хотим, чтобы у нас было так, как сегодня во Франции, в Германии. Да-да-да-да-да-да. Мы именно этого не допустим. Кроме того, вы знаете, никто не собирается менять уклада тех, кто сидят в своих гей-клубах в Тель-Авиве. Но у нас сегодня, на сегодняшний день, слава богу, уже более половины школьников входят в религиозные школы. И число их будет только увеличиваться по мере того, как в тех светских школах будет расти пропаганда ЛГБТ. Потому что родители, которые любят своих детей, независимо от их степени их религиозной ориентации, будут тоже отправлять детей в наши школы. Потому что в наших школах есть куда меньше шансов, что их ребенок вырастет потом тем, кого они увидят. Я даже не знаю, как сказать помягче, потому что здесь есть цензура. Об этом же нельзя говорить. Ну вот на этих мероприятиях, давайте так сказать. Ну понятно. И поэтому последние уголовные дела, которые периодически возникают о педофилии среди раввинов и так далее, это не наши, это чужие раввины. И нам они никто. Не, ну что это такое? Ну еще одно, что это такое? То есть, да, а я приведу сейчас пример всех светских, которых... Понимаете, это и есть антисемитизм. Потому что когда вы находитесь вращенца среди нас, среди евреев, вы говорите, о, раввины, когда все новости испещрены тем, как светские израильтяне убивают на улицах и так далее. Мы же не пишем, светский израильтянин убил светского израильтянина. Вот понимаете, мы не антисемиты. В наших газетах не пишут, что атеист, не знаю, какого там происхождения убил другого атеиста. Вы же занимаетесь именно тем, чем занималась антисемитская пресса в Европе. Когда, черт, я только объясню, среди религиозных есть все виды, все виды пороков. Это такие же люди, извращения, преступления. Это не такие люди, это люди божьи. У них не должно быть таких пороков. Нет, нет, это люди, это люди, которые рождаются такими же людьми. Но общество в целом выбирает не свинский образ жизни, ерничание, клеветы, плевков еврейскую традицию, как некоторые сейчас. А выбирает путь, стараются исправиться. Все ли исправлены? Но я сидел в тюрьме, там сидели люди, такие, как вы, а не такие, как я, простите, таких, как я, там почти не было. Таких, как я, там почти не было, я сидел тоже не за уголовные преступления, кстати. Поэтому, вы знаете, вот по поводу вот этих всех историй, еще раз, в религиозном обществе все виды пороков, понятно, да, все виды пороков проявляются в десятки, если не сотни раз меньше, чем в том обществе, которое говорит, что пороки – это добродетель, всех на пора. Вот в этом разница. А изначально люди рождаются все с разными задатками. И с разными пороками. И с разными пороками изначально. Но мы не говорим, что порок – это гордость. В этом разница между нами. Мы не говорим, что давайте гордиться пороками. Мы не говорим, что пороки – это наша гордость. Мы не говорим, что в духе пороков будем воспитывать ваших детей в школу. Мы этого не говорим. В отличие от тех, кто является нашими оппонентами. К сожалению, у нас следующая программа. У нас следующие гости ждут на линии. Спасибо большое. Я добавил себе в копилочку. Меня периодически называют русофобом. Теперь я еще и антисемит. Я горжусь. Спасибо большое. Я напоминаю, что мы беседовали с Авигдором Эскиным и Давидом Эдельманом. Наша программа подошла к концу, но мы обязательно эту интересную тему продолжим. Виолу Александр Гурарье, Давид Эдельман. Авигдор Эскин, спасибо. Всего доброго. Вэхакс, самэх, вэкашер. Что самое главное. Воистину, самэх. Самэх и кашер.